К нашему эфиру присоединяется Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, приветствуем вас в эфире. Доброе утро. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Начнем, пожалуй, вот с сообщения представителя Николая, то есть, простите, Штупуна по Авдеевскому направлению. В последнее время там очень горячая ситуация, судя по всему, российская армия решила повторить подвиг советской армии, завалить противника трупов, там и артиллерийские обстрелы, и массированная техническая поддержка наступающих, но, как говорят в генштабе, в нашей позиции на месте враг не прошел. С чем вы связываете вот эту вот активизацию действий оккупантов на Авдеевском направлении? Ну, сегодня вопрос стоит о том, что именно наши войска активно проводят наступательные операции, особенно на юге, в районе Работино, Вербовое и Двиговое, Токмака. Это реальная перспектива перекрытия и коммуникации, в первую очередь железнодорожной ветки, которая составляет запросскую группировку, и это уже критическая составляющая. Мы ежедневно, постепенно проводим движение, подтягиваем резервы, и, соответственно, враг получил информацию о том, что, возможно, мы сейчас направим новые подразделения на это направление, это будет системный прорыв от дальшего стратегического направления. Они подготовили за несколько месяцев как раз несколько локальных ударов, но самое главное это Авдеевка-Маренко. И сегодня мы говорим о том, что три батальона они бросили в атаку возле Авдеевки, и с севера, и с юга пытаются взять клещи Авдеевку и, соответственно, подвинуть фронт. Но стратегическая задача в России стоит не только взять Авдеевку, а дальше развивать наступление в этом направлении. С одной стороны подвинуть фронт, именно дальше Донецка, а с другой стороны, конечно, оттянуть возможные силы и резервы от Бахмута. Ну и самое главное, большие резервы, которые предполагали они, что мы бросим с этого региона на запросское направление, вот сейчас как раз идет основная атака. Поэтому они как бы создали такой кулак, который пытается сейчас концентрировать в системной наступательной операции. Уже все СМИ разносят российские информации о том, что они уже прошли два километра и идут дальше наступление. Но и все наши данные геолокации и, соответственно, наши разведки командуют, показывают, что такого нет. Мы ожидали, разведка наша получала данные, что идет концентрация и новых мобилизированных, и новых как раз огневых средств, те, которые сейчас массово наносят удары. И, конечно, авиации, они сейчас задействовали очень ночные контингенты там. И вот это очень тяжелая, конечно, ситуация. Но наши войска, наши ребята стоят там мощно, и враг не продвинулся. Точно так же движение по направлению Маринка, это уже также дополнительный формат оттягивания наших возможностей, чтобы мы не пробили именно запорожское направление. И поэтому идет как бы такой комбинированный формат. Авдеевка основное направление, Маринка дополнительное. Ну и, конечно, Свату Криминая, это третий формат. Они в свое время были, отступили. Вот этой большой группировкой 110 тысяч, которые они там сконцентрировали. Часть перебросили под Авдеевку, часть перебросили под Работина оттуда. Но вчера также команда поступила наступать. То есть Путин по всем направлениям требует от войск наступательных операций, и не допущая наших продвижений. И особенно, не только Запорожское направление, особенно Бахмут. И тут, конечно, вот эта активизация в Донецке, Луганске на регион еще преследует формат, что где-то мы подходим к решению уже проблемы Бахмута. И по всем уже показателям и прогнозам, на протяжении нескольких недель уже фактически Бахмут был бы полностью окружен или полукружен, и группировка там не могла бы устоять. А мы освободили этот город. Поэтому такие потери на южном или на Бахмутском направлении, это критически для России. Поэтому концентрация этих сил дополнительных, которые бросили, не подготовленная, подчеркиваю. Часто, так сказать, только прошедшие начальную подготовку сейчас находятся на этих направлениях. Бросают, заградуют, загоны стоят сзади. Вот и эти российские группы, которые продвигаются, они вынуждены идти в атаку, но на хорошо подготовленную крепкую позицию. Нас в районе Абдеевка как раз хороший укрепрайон. Да, там очень большая концентрация огневых средств, тысячи, так сказать, ударов на протяжении суток. Но мы четко уже отработали статику, как уходить от этого и как, соответственно, отражать системное наступление врага. Ну, раз уже и затронули также, конечно же, Бахмут, он очень важный, я так понимаю, для противника, в том числе политически, в военном смысле. Так вот, южнее Бахмута вооруженные силы Украины ежедневно освобождают сотни метров украинской территории. Такой информацией поделился начальник прислужбы восточной группировки войск Илья Евлаш. И он отметил, что на этом участке фронта работают все имеющиеся силы и средства ВСУ. Как оцениваете там ситуацию и насколько возможно, что вот эти штурмы, опять-таки, большим количеством на Авдеевском направлении смогут каким-то образом перетянуть военное внимание наших войск и для них важного бахмутского направления? Как раз то, что мы говорили, это еще один фактор для того, чтобы оттянуть от двух этих точек, это Южная и Бахмут. И, соответственно, Путин дал команду наступать именно в ближайшие дни, потому что почувствовал, что мы уже заходим дальше. Клещиевка, Андреевка и дальше движение по югу, а мы частично видим и по северному части возле Бахмута. Это фактически решение вопроса освобождения Бахмута. Тем более мы перекрываем логистические пути снабжения бахмутской группировки. Уже одну перекрыли, две находятся под нашим огневым контролем дальнебойной артиллерии и ракетных средств. Это полностью ограничит защиту Бахмута со стороны врага. Поэтому по всем показателям, я еще раз подчеркиваю, где-то на протяжении нескольких месяцев уже предполагают, что освобождение Бахмута будет готово. А в последнее время это недели. И враг это понимает. Он уже видит, что продвижение ежедневно это уже затягивание полностью, тупик, эту группировку. И помочь ей невозможно. Или мы ее уничтожим там, или она вынуждена будет прорываться на восток. Поэтому в данной ситуации они еще дополнительно бросают туда войска. Мы видим, что перебросили от Купенска несколько батальонов. Перебросили ряд именно ракетных систем, минометных, туда ураганы, грады. Дальневольную артиллерию, ну и конечно задействовать авиацию. Но мы уже освоили эти все тактику, которые они применяют. И конечно эффективно их продвигаем в направлении отступления или уничтожения. Поэтому в данной ситуации перспектив каким-то способом отвлечь именно нас от этого региона точно нет. Мы уверены идем дальше. Я думаю, что если несколько недель мы должны решить вопрос Бакмута. Григорьевич, вот в последнее время российские пропагандисты начали громко шуметь по поводу «А давайте отобьем Херсон». Как-то так. Вот насколько вы оцениваете возможности российской армии на этом направлении? Насколько там сильны позиции наших войск? Насколько важен этот плацдарм в контексте оттягивания, задержания резерва противника? Ну я прямо скажу, что именно в данной ситуации никаких реальных шансов захватить Херсон обратно, но практически нет. Во-первых, мощная водная преграда. Мы же полностью освоили линию обороны. Там задействована дальнебойная артиллерия, которая уничтожает врага или уничтожает сейчас еще на левом берегу Днепра. То, что они утюжат Херсон, но мы выявляем эти огневые точки и их уничтожаем. Это уничтожение и, самое главное, стратегических артиллерийских систем, ракетных систем. Соответственно, без этого что-то делать, там наступать практически невозможно. Массово они туда не могут сконцентрировать. Мы достаем по многим логистическим путям, даже по крымскому направлению, уничтожая и железнодороги, и автодороги, которые туда пытаются их снабжать. Вот сейчас с Крыма пошел новый резерв на Херсонское направление, но сравнительно небольшой. Но для того, чтобы атаковать Херсон, тем более форсировать Днепро, нужно примерно 250-300 тысяч, чтобы зайти на мощную оперативную ситуацию. Они сейчас не смогли ссорентировать большое количество на Авгейском направлении. Это рядом с Россией, рядом, так сказать, все силы и средства там можно перебрасывать. Это мощное Херсонское направление, тем более сводные преграды. Это просто нереально. А вот наши силы и средства, вот тут очень перспективное направление. С учетом пробивания коридора по югу, мы говорим Токмак, а дальше Мелитополь и Бердянск. Вот удары уже и форсирование с нам очень мощно в силу специальных операций, например, левого берега. Удары тогда флангового, может быть, с тыла, перерезание ситуации с Крыма. Вот это перспектива, конечно, замкнуть эту группировку с позиции и не только Бахмута, и дальше движения на юг, а из юга, вот и как раз уже с позиции Крымского поострова, это, конечно, секторально может замкнуть всю группировку запорожского направления. А тогда уже в них шансов нет. Вот тут, я думаю, что, скорее всего, нужно рассматривать операцию с нашей стороны, что мы пойдем на Херсон, и это создаются условия, конечно, проведения стратегической наступательной операции в целом в этом регионе. Ну и вот вы также отметили, что стараются, по крайней мере, такой интенсивностью враг куда-то спешит. Либо это связано с погодными какими-то условиями, либо все-таки помнит где-то Шойгу приказ Путина о том, чтобы закончить или остановить, вот даже если точнее, остановить контрнаступление в СУ до начала октября. Ну, мы уже видим, что как-то перевалила дата от начала октября, и поэтому, возможно, где-то такие интенсивные бои и обусловлены врагом. Но вот касательно того, что вот на днях советник городского главы Мариуполя Пётр Андрощенко сообщал, что российские войска перебрасывают новые подразделения во временно оккупированной Мариуполь, но эти резервы были зафиксированы в количестве до 5000 военных. Вместе с тем, это цитата усиления перемещения систем ПВО и вокруг города уже без соблюдения мер безопасности вдоль побережья от села Мелекина в направлении Бердянска фиксируемая дополнительная развертыванная система связи, добавил Андрюченко. Как вы считаете, куда эти дальше резервы будут перенаправлены, учитывая, конечно же, возможности логистики или невозможности логистики врага? Как вам видится? Ну, первое, конечно, враг смотрит, что мы уже сейчас задействуем более эффективные средства противовоздушной обороны на фронте. Я подчеркиваю, кроме тех, которые имеем стратегии уже от наших партнеров по защите крупных городов и сейчас особенно важно, это системы обеспечения граждан, это электроэнергия, это коммуникационные возможности, это вода, то есть то, что питаются сейчас люди. Поэтому это одно направление, а там, конечно, мы сейчас задействовали тактические огневые средства и, соответственно, дальнебойные ракетные системы, беспилотники, и враг вынужден формировать систему ППО. Вот, с одной стороны, это, конечно, продвижение сюда к запорожскому направлению, от Мариуполя в район Мелитополя, так, Мака, усиляет там позиции. Вот, и системы противовоздушной обороны, потому что наши, именно, системы очень мощно сейчас атакуют, именно, и ТОКМАК, и вот весь блок. Ну, и, конечно, создают угрозы по Мариуполю, нанесение конкретных ударов. Враг пытается снять с ряда регионов России систему противовоздушной обороны и направить под Мариуполь. Предполагают, что будут очень массированные атаки, возможно, разворачивать театры новых военных действий. И, конечно, они понимают, что, получая новые системы беспилотников, получая очень мощные системы дальнейбольных действий, то есть это стромшеды уже мы имеем, это скальпы, это, возможно, атакамсы, это пилистские. Мы уже говорим о том, что наше вооружение имеется высокоточное, им, конечно, нужно закрывать эти направления. Вот, без такого решения задачи, размещения новых ППО и строительства новых сооружений по укреплению, фактически в них шансов устоять нет. Ни на направлении ТОКМАК, Меритополь, ни на направлении перспективы Мариуполь. Действуют на перспективу. Предполагают, что они будут отступать, нужно будет защищаться, и, конечно, будут маневрировать, в первую очередь, этими средствами в отношении защиты юга. Потому что для них более стратегически важно это южное направление. Продвижение в этом направлении к морю, это фактически перерзание всей логистики и замыкание группирования Запорожского полностью нашими войсками. А это уже перспектива наступления дальше, освобождения всего юга. Сегодня в 16-й раз будет заседать группа «Рамштайн». Стоит ли ожидать каких-либо приятных, я подчеркну, сюрпризов для Украины? Или же все идет по плану, согласно потребностей вооруженных сил Украины? Какие ваши перспективы, предполагаете, результаты этого заседания? Ну, уже отработана система «Рамштайн», она идет в очередном порядке. Отработаны долговременные программы, и некоторые вопросы актуальные, тактические будут рассматриваться как и новые, дополнительные. Но что мы можем сегодня сказать? Уже четко есть решение о поставке, особенно систем противовоздушной обороны. Например, Германия. Это одна система «Патриот» очень важная, и «Айрис» очень эффективная. Это от Австралии поставка как раз противодроновых, зенитно-ракетных комплексов, которые очень мощно могут уничтожать сразу десятки дронов одномоментно, нанесение комплексных ударов по ним, и даже по тем, которые пытаются изменять траекторию, там где-то есть дроны-невидимки, они на это реагируют очень четко. Это, конечно, очень системная поддержка ряда стран в отношении дополнительно танков, которые не поступили, особенно те, которые отремонтированы, включая «Леопарды». Это поставка очередной партии «Абрамсов», которая на очереди, то есть первая пришла, вторая придет. Это, конечно, большое количество боеприпасов. Это кровь войны, что сейчас критически необходимо нашим войскам на всех, так сказать, участках линии фронта. И те, которые обороняются, как мы говорим, по всему фронту, 1250 километров. Это миллионы штук различных типов. И снарядов, и ракетных комплексов, и, соответственно, боеприпасов к обычной вооружению техники. Но, понятно, это система радиолокации и противовоздушной обороны, которые подавляют шакеты, например, или другие ракетные средства, или переориентируют их к траектории с объектов разных, чтобы нейтрализовать возможные удары не только боевыми ударами, ракетами и развинительными системами, но и теми системами, которые могут влиять на курс самих беспилотников. И, конечно, Рамштай будет поднимать вопросы в отношении атакамцев. Наконец-то этот вопрос должен быть решен. Я думаю, что уже эта тема будет обговориться новым министром, с Остином и с новым, так сказать, начальником объединенных штабов США. Это будет как бы ключевой вопрос. Он, может быть, еще не так легально озвучен, но то, что эта тема уже стоит как номер один, это очень важно. К немцам будет вопрос, конечно, о Тавресах. Это, я думаю, в тендене будут идти обсуждения атакамцев, обсуждения Тавресов, потому что эта система будет решающей для уничтожения стратегических объектов врага и в Крыму, на оккупированных территориях или на других потенциальных важных направлениях, особенно в период боевых действий активного типа. Ну и, конечно, это системы, которые будут обеспечивать, ну, всю, так сказать, логистику движения, например, разминирования. Вот это очень важная тема, особенно на расстоянии. Мы вот буквально вчера уже получили информацию, что в районе Работина действуют новые системы минирования дистанционного типа. Вот, поэтому система разминирования по всему фронту является важнейшим фактором, и ряд стран уже четко определили, что на этом Рамштайне будет принято решение о поставке таких систем. То есть весь комплекс, но, конечно, приоритет системы противовоздушной обороны, защита наших, так сказать, городов, защита энергетических объектов, ну и, конечно, защита граждан. Николай Григорьевич, сегодня впервые в украинской истории у нас новый профессиональный праздник, День специалистов логического обеспечения вооруженных сил Украины. И вот давайте без лишнего пафоса просто подчеркнем важность правильной логистики для украинского наступления. Ну, логистика является, наверное, решающим фактором, потому что даже все эти помощи, о которых мы говорим, Рамштайн, например, которые принимают решения конкретные страны, а тем более на перемещение на территории нашего государства всех вооружений, техники, боеприпасов, обеспечение наших командиров и бойцов на линии фронта. Это важнейшая составляющая. Без этого не будет реальной обороны, не будет реальных наступлений, не будет реальной защиты, вот так скажу. Это базовый сегмент, на котором работают войска, на котором идет успешная война, и на которой именно формируется как бы единая модель. Потому что это комплекс задач, которые должны своевременно поставлены и ракеты, и мины ракетного типа, и дальнебойные артиллерии, так сказать, боеприпасы, и сами же, так сказать, военные комплексы. Это, конечно, комплексы обеспечения различных секторов и маневрирования, это и войсками, и снабжение их. Это очень сегодня такая мобильная система. От них зависят все темы. Своевременное создание условий для наступления, и прорывные ситуации, и обеспечение войск, что они это сделают. Или система защиты при перемещении войск, например, под Авдеевское направление. А тут логистика должна быть на самом высшем уровне. Без этого устоять невозможно. Когда не будет боеприпасов, фактически бойцы не могут защищаться. Это фактически провал. Поэтому тут отработано все до механизмов, до буквально секунд, по многим темам. Потому что это решающе для жизни солдат, людей, для обеспечения защиты в целом государства. И конкретных даже объектов, если мы говорим, например, Киев, Одесса. Вот не поставка, например, ракет под Патриот, под Айрис, под СМТ. Это, конечно, просчет, и мы можем получать удары ракетных, баллистиков и других средств. Поэтому конкретика без этого невозможна. И эта служба сегодня, я так понимаю, уже получила очень хорошие оценки. Потому что мы уже идем в тренде лучших стран, которые имеют логистику военного типа. Ну и напоследок хотелось бы тоже очень важный вопрос обсудить касательно того, что россияне планируют начать производство боевых дронов на временно оккупированной территории Запорожской области. К процессу будут привлекать детей, подростков и молодежь, чтобы научить их работе с беспилотниками. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его данным, военные Российской Федерации устроили мини-производство на базе батальона Судоплатова, где служат российские наемники. Давайте услышим и тогда обсудим. В дальнейшем хотят обустроить технопарк для производства беспилотников, конечно, спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями. Россияне с коллаборантами превращают временно оккупированную часть Запорожской области в милитаризованную серую зону. Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в эфире марафона «Еды не новыны». И ваше мнение по поводу, конечно же, опасности такого производства, потому что, мы помним, с одной стороны, и ближе для того, чтобы поразить такие производства, ну а с другой стороны, если там будут украинские дети задействованы, это очень усложняет. И в то же время логистика, в том числе, по вашему мнению, как предотвратить вообще такого производства? Ну, в первую очередь, конечно, мы смотрим, что основные производства будут подальше. Они понимают, что именно в Мелитополе или других городах оккупированных, это очень большие объекты для наших, так сказать, и ракет, ударных дронов для наших разведчиков проведения диверсии. Поэтому тут, я думаю, что не будет такого большого успеха. Во-первых, для этого, чтобы создать такие производства, нужно, конечно, и материально-техническую базу подготовить, подготовить кадры. Но, я так сказать, со стороны граждан Украины, которые, ну, просто не идут на сотрудничество. Это нужно их понуждать. То есть, это еще система будут организации. Больше пиар-акции, я так считаю, потому что в любом случае эффективно строить дроны на территории Российской Федерации. На оккупированных территориях это как бы раскрутка ситуации, что вот они и тут создают какой-то центр для проведения уже и обучения, и, соответственно, действования украинцев. В первую очередь подчеркиваю, что они уже якобы согласны работать. Ну, тем более детей, которые креативны, которые имеют свои идеи и могут разрабатывать дроны уже против властного собственного государства. Вот пример вот такой. Это больше и ПСО. Но, если мы говорим и о реальных вещах, конечно, это будет работа и по явлению этих, так сказать, производств, проведение специальных операций. Если даже дети, там будут, соответственно, работать и наши разведчики, там, где действительно идей не будет, или в момент, когда их не нахождение, туда могут быть именно наведения и ракет, нанесения ударов, уничтожить напрочь этот центр, или беспилотников, или проведение диверсионных операций. То есть это будет правильный, четкий подход, чтобы не постраждали дети, но именно они же не будут там постоянно находиться целые сутки. Какое-то время их там не будет. Какое-то время, как мы проводили удары по штабам, когда, наоборот, концентрируясь представителям Верховного командования, в ресторане, в штабе, например, и вот этот момент нанести удар. Тут будет, наоборот, когда детей не едет на месте, нанесение ударов по центру уничтожен, и уже беспилотники восстановить его, ну, практически нет возможности, или очень долго. Спасибо вам большое, Николай Григорьевич, за то, что, как всегда, находите время для телеканала Freedom, и тем более утром. Напомню нашим зрителям. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-10-х годов, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.